Доблесть, отвага, честь и мужество, они присущи настоящим мужчинам. Во время смертельной опасности 21-летний российский военнослужащий Виталий Вольф, будучи раненым, сумел вызвать подмогу, тем самым предотвратить большую беду ценой собственной жизни. Спустя 24 года в Гудауте герою Абхазии и герою России Виталию Вольфу открывают памятный обелиск. На торжественном открытии памятника Виталия Вольфа присутствовали более 300 военнослужащих 7-й российской военной базы, ветераны войны, близкие и родные погибшего. Военный оркестр исполнил гимн Абхазии и России, затем ротопосчетного караула дала залп из орудий, а уже после состоялось торжественное открытие памятника. Виталий Вольф родился в семье служащих. По национальности он немец. В 1990 году был призван в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в учебном центре в Литве. Затем бойцу довелось попасть в знаменитый 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. В августе 1992 года полк был переброшен в Абхазию для обеспечения безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта и охраны важных военных объектов. Среди таких объектов была сейсмологическая лаборатория в Нижней Эшере. 27 марта в 1993 году лаборатория подверглась минометному обстрелу со стороны грузинских гвардейцев. В результате линия связи была повреждена. Возникла реальная угроза жизни десантников, находившихся на объекте. Несмотря на осколочное ранение в голову, Виталию Вольфу удалось восстановить связь с российской оперативной группой ВДВ в Гудауте. Вызванные по восстановленной связи вертолеты нанесли удар по позициям противника. Но сам Виталий Вольф скончался от полученных ран. С таких бойцов мы все, и генералы, и рядовые, должны брать пример, как надо любить свою родину, уметь ее защищать и ничего для этого не жалеть. Похоронен Виталий Вольф в родном городе Яровое, Алтайского края. За совершенные подвиги героизмом он был посмертно удостоен звания Героя Абхазии и Героя России. Ту задачу, которую он выполнил, очевидно, цены ниже нельзя было уплатить. Поэтому я еще раз поздравляю весь абхазский народ и нас, россиян, с вашей великой победой. Я очень рад, что существуют те же взаимоотношения, что существовали в Советском Союзе, когда народы были братскими и другого слова никогда не произносилось. Огромное спасибо за абелиск, за память сына. Всех вам благ и семейного благополучия. От имени президента Рауля Хаджинба Леонид Забшба поздравил всех присутствующих с праздником Победы. Разрешите мне от имени президента Республики Абхазии Рауля Хаджинба поприветствовать и поблагодарить, поздравить в первую очередь с сегодняшним великим праздником, Днем Победы. Пожелать вам всем, близким, родным, удачи, благополучия в вашем нелегком труде. Участники митинга возложили цветы к мемориалу Героя Абхазии и Героя России Виталия Вольфа. Затем военнослужащие 7-й российской военной базы прошли торжественным маршем.